У вас нет такого ощущения, что, чтобы не навлекать на свои головы гнев царя, приближенные Путина не докладывают ему правды о происходящем на фронтах и вообще о ситуации в мире? А он же компьютерами не пользуется, он в интернет зайти не может? Ну, я думаю, что военные именно так и грешат этим. Так это всегда было, поскольку у них большая боязнь за неправильные доклады или ситуации и так далее. Я думаю, там это происходит. В отношении общей ситуации, я имею в виду в мире, в общеполитической ситуации, всего этого анализа. Но я думаю, что все-таки ему докладывают. Конечно, с угла точки зрения выгодный Путину, но я думаю, что правду они не скрывают. Это было бы в нашем мире это недопустимо, поскольку Путин много источников, где он может черпать информацию. Не обязательно саму смотреть в компьютер, но спросил у одного, спросил у другого, у третьего. Это все должно работать, поэтому я не думаю, что скрывают правду. Ее могут интерпретировать иначе, в лучшую сторону или смягчать ее. Но остается фактом, что он в курсе. Он не оторванная жизнь человека. Видно по нему, что он в нормальной психологической форме на настоящий момент. По-вашему, предстоящие президентские выборы в США – главное поворотное событие для будущего войны? Да, это сейчас правильный перевод в преддверии голосования. Но и потом, безусловно, я думаю, что сразу после дня голосования, в начале ноября, выйти избранный президент еще до вступления в должность, объявит, скажут разные позиции по своим самым насущным делам. По вопросам миграции в США, по экономическим вопросам. Ну и, безусловно, в отношении Украины, в отношении путинской агрессии. Я думаю, будут такие заявления, когда станет ясно. И тогда уже все планы можно выстраивать. План Зеленского будет работать или какой-то иной план, запасной вариант. Значит, вот тогда нужно уже выстраивать. Я думаю, что и тут же немецкие консерваторы, которые сейчас лидируют в вопросах, также возьмут, а они очень, скажу так, эта группа политическая в Германии очень склонна к серьезной поддержке Украины, то сразу же начнутся изменения. Я думаю, как только в Америке будет объявлена новым президентом такая линия на победу Украины, на большую поддержку со стороны США и в Германии, и вся предвыбранная кампания, это будет часть этой предвыбранной кампании также, я думаю, что сразу начнутся выстраивания новых планов. И сразу же Украина может почувствовать, какой план реализации победного плана, какой из них может быть принят к исполнению. Это очень важный период. Поэтому сейчас до конца года действительно такой ключевой момент, когда понимание должно прийти. Я вас попрошу поправить меня там, где я буду неточен. Я сейчас остановился бы на позициях Харрис и Трампа по Украине. Значит, те, кто знают Харрис, говорят, что в худшем случае она будет повторять по отношению к Украине политику Байдена. То есть медленный темп такой, да, помогаем, но задерживаем и так далее, затягиваем. В лучшем случае она будет более решительной, чем Байдена. Что касается Трампа, вот здесь ситуация какая-то неординарная. Значит, с одной стороны Венс, кандидат в госсекретарии, говорит о том, что да нет, Украина там, где сейчас остановилась Россия, там будет Россия, где Украина, там будет Украина, никакого НАТО. И вообще санкции снимем с Россией. С другой стороны, я встречался на прошлой неделе с бывшим госсекретарем США при Трампе и бывшим директором ЦРУ и другом Трампа Майком Помпео. И Помпео мне сказал, что вы даже не переживайте, Трамп энергично, если придет к власти, тут же наведет порядок. И сам Трамп говорит о том, что мне достаточно 24 часов для того, чтобы призвать Путина к порядку, мы великая страна и так далее. Что вы думаете, что будет делать в случае победы Харрис и что будет делать в случае победы Трампа? Ну, по поводу Харрис и ее видения, я с вами согласен, это два пути. Как вы правильно сказали, это придерживаться той же линии, которую проводил президент и проводит президент Байден, или сделать более энергичную поддержку. Поэтому здесь более-менее предсказуемо все. Что в отношении Трампа? У меня тоже самый вопрос существует. Когда он делает эти популистские заявления о том, что сейчас вот я принудим, что Украина должна понять, что Россия это большая страна, и никогда победить невозможно, и там разные другие. И Венс, который будет в этом случае вице-президентом делать еще более жесткие заявления, он, по-моему, и назначен во время предвыборной кампании, чтобы немножко смягчить риторику Трампа, чтобы не отпугать людей, а все это переключить на Венса. Но совершенно правильно то, что вы говорите. Этот план, который существует, который и другие тоже республиканцы обсуждают, он совершенно реалистичный. Совершенно реалистичный, включающий расконсервирование запасов углеводородов, включающий увеличение поставок в Европу всех энергоресурсов. То, что нужно заместить российскую нефть. И сейчас пошли разговоры, вот уже вчера-позавчера, об увеличении санкций по российской нефти. Это означает, что люди уже видят, что есть источники замещения. До этого российскую нефть не трогали, потому что никто не хочет взорвать рынок. Где взять альтернативу? И в этой программе не Трампа, но его сторонников, которые, возможно, могут оказаться в его администрации, это как раз есть. Это очень важный инструмент, то, чего мы с вами начали этот разговор сегодня в отношении экономического давления на путинский режим. Поэтому это как вариант, он очень позитивный. Но, не знаю, мне с трудом верится в последовательность действий Трампа, поскольку я помню его действия во время первого срока. Но если так сложится, то хорошо, украина, значит, будет неплохо. Это еще будет какая-то линия преодоления всех этих проблем. О войне сегодня рассуждают сотни тысяч экспертов. Но есть всего несколько человек, которые работали с Путиным в качестве премьер-министра. И вы первый из них. Я чисто гипотетически предложу вам сейчас представить себя в роли действующего премьера России. И представить, что именно вы представляете Россию на мирных переговорах с Украиной в присутствии Запада и Китая. Как бы вы, исходя из того, что вы премьер-министр России, болеете за свою страну, какой бы она ни была, а тем не менее, где бы вы нашли ту точку компромисса на мирных переговорах, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Ну, Дмитрий, я бы не оказался в такой, не могу оказаться в такой позиции, но совершенно понятно, что безоговорочный вывод войск со всех территорий полностью, деоккупация, это первое условие, которое должно быть исполнено. Ну и второе, безусловно, это налаживание отношений, налаживание отношений с Украиной, это переговоры, что Украина будет какие условия доставлять, значит, да, это переговоры с Западом, безусловно, это очень непростой и сложный процесс, но факт того, что Россия должна полностью освободить территорию Украины и провозгласить, переподтвердить признание территориальной целостности и независимости, это так, снять какие-то ограничения на вступление в любые союзы, в любые союзы, это право украинского народа, это должна быть декларация правительства России будущего о том сразу, что Украина вольна, делает все, что она хочет, вступать в ЕС, вступать в НАТО, куда-то еще и так далее, и так далее, это ее суверенный право, это основа всего этого дела. Ну а дальше уже вопросы, так сказать, мучительные, технические, что и как, значит, как наложим мирную жизнь. Но вы же согласны с тем, что если Путин только заявит о том, что он уходит с территории Украины, для него это политическое самоубийство, это физическая смерть? Ну я поэтому вам и говорю, когда вы говорите, что такое исчезновение Путина, я вам говорю, что факт его глобального поражения, как он сам выражается, стратегического поражения в Украине, то этот факт является триггером для серьезных изменений. Что он будет делать сам физически, куда он там исчезнет или что, это я не знаю, я не хочу в этом гадать. Но это Россия сегодня зависит, и будущее, позитивное будущее России зависит от победы Украины. Опять-таки попрошу вас поправить меня, если я сейчас что-то скажу не так. Мне кажется, что если будет исчезновение Путина, о котором мы говорим, любой, кто временно окажется вместо него, от Патрушева или Нарышкина до, я не знаю, кого угодно, Мишустина или Собянина, или полудурошного Медведева, любой, зная хорошо историю России, любой скажет Западу, друзья, мы же не знали, что происходит, да это все он, это он нас туда втянул, да мы же хотели и хотим дружить, давайте все делать как раньше, что нужно? Выйти из Украины, мы готовы, снимайте санкции, перезагрузка, и все будет как раньше, все же было так хорошо. Да или нет? Вы утрируете, но общий смысл правы, вы правильно говорите, так это и будет, да. Любой человек, который будет после Путина, это будет больше шансов на позитивные изменения. Любой человек начнет, или группа людей, начнут искать те пути улучшения отношений с Западом, глобальным Западом прежде всего. Так это в истории-то было. Когда еще хранили Сталина, уже во время похорон, уже Хрущев с Маленком сказали, что давайте заканчивать войну в Корее. И через три месяца война закончилась, начали переговоры с США и с другими странами об улучшении отношений. Так и будет сейчас. Никто не хочет продолжать эту конфронтацию, понимая, что она ни к чему не ведет, и она вообще бессмысленная и ничем не обоснованная. Можно себе воображать величие и так далее, утраченные территории, утраченные величия, но это просто люди, которые немножко поглубели и уже забыли, что они живут в 21 веке. Поэтому это так, это так. Михаил Михайлович, ну величие, страна, которая называет себя великой и не производит при этом фактически ничего, ни гвоздей, ни спичек, не может выпустить самолеты нормальные, без западных запчастей, деталей, без западных станков, без западных комплектующих. Я видел недавно сюжет, просто потрясающе. Выпустили новую НИГу, старую новую НИГу, конечно, и переключатель передач упирается просто в панели. То есть это фантастик. Я тоже видел, я тоже видел. Но я не согласен с вашим высказанием. Это же приговор, это же приговор вообще. Вопрос в том, что действительно, действительно, проблемы огромные были, и если сегодня они еще больше, значит, в российской промышленности, так сказать, вообще в стране, это так. Но при этом, я хочу вам привести пример, что, не пример, а сказать, что в любой стране вообще международная кооперация, международная торговля существует, и комплектующие собираются из разных стран. Если страны между собой живут нормальным состоянием в мире и в дружбе, и торгуют между собой, то разъединение труда – это важный фактор снижения себестоимости и снижения цен для потребителей товаров. Поэтому Россия к этому стремилась. Путин отказался от того пути. И поэтому идет по пути, как вы правильно говорите, значит, еще, слава богу, не называя, давайте госплан обостановим, значит, и будем планировать, сколько гвоздей и спичек, как вы говорите, выпустить. Но это все выпускается. Другое дело, что качество товаров для потребителя простого, как мало в Советском Союзе было, так и в России оказалось, что… Простите, а как выпускается? Матвиенко недавно во время заседания Совета Федерации говорит, у нас же даже гвозди не делают, одни китайские гвозди. Что происходит? Разделение труда. Разделение труда. Но, Дмитрий, это вопрос будущего. Он решаемый же вопрос. Это вопрос решаемый. При правильной общей политике, при правильной экономической политике это все решается. Потенциал у России большой. Вопрос в одном, что люди с такими агрессивными состояниями мышления не могут быть у власти. Люди, которые обучались в спецслужбах и которые готовили закрывать глаза на убийства или их совершать и какие-то еще вещи делать ради того, что они должны получить, исполнить приказ. Эти люди не наделены возможностью глобального мышления о человеческих судьбах. И они не толерантны к людям. Их вот этому обучали быть хладнокровными и жесткими. Поэтому эти люди, по определению, не могут быть у власти. Поскольку они не способны формировать человеческое, позитивное отношение к человеку. И строить всю политику, связанную с ними, с людьми. Это все понимают в западных странах. В России произошла ошибка историческая. Но мы видим, к чему она привела. К сожалению, проблемы глобальные. Проблемы большие. И от них очень непросто будет из них избавиться. Мне очень нравится, когда очередному эксперту, который не то что с Путиным не работал, но вообще не видел глаза никогда, задают журналисты вопросы. Вот что сейчас Путин думает? А вот как Путин сейчас себя чувствует? Люди рассуждают о Путине, которого никогда не знали, не видели. Вы с Путиным работали 4 года в качестве премьер-министра. Вы Путина наверняка знаете хорошо. До того Путина, который изменился наверняка. Тем не менее. Как вам кажется, что он сейчас думает? О чем он сейчас думает? Как он надеется выйти из этой ситуации? Ведь он не может не понимать, что ситуация в тупике. Я думаю, он понимает, что в тупике. Он понимает, что не сегодня, но в ближайшее время, через год, через два максимума, это будет катастрофа. Поэтому он очень хочет переговоров. Поэтому он хочет каких-то закулисных сигналов, каких-то подач, какие-то компромиссы. Конечно, он не хочет продавать всю территорию. Особенно Крым. Но если говорить о Донбассе, я считал, что Донбасс он просто для размена в то время оккупировал, в 2014 году. А сейчас уже, конечно, коридор для него будет важен. То есть отрезать это золо окончательно. То, что сейчас оккупировано территорией. Я думаю, что это для него был бы идеальный компромисс, который бы он согласился. Конечно, для него тяжело будет изменить вновь конституцию. Поэтому нужно ему оставить, чтобы был кусочек Херсонской, кусочек Донецкой и Луганской, кусочек Запорожской области, чтобы они присутствовали, чтобы конституцию не менять вновь. Но вот это для него было бы идеально. Пусть это не будет не полностью, но какие-то кусочки присутствуют. И Украина в НАТО, даже с этим он смирится? Я думаю, что с этим он не захочет мириться, поскольку это придуманный фитиш, что именно это является цель. На самом деле ему пофигу, скажем так. Он в Финляндии в НАТО. В Финляндии под носом. Да, вот, пожалуйста, в Эстонии, Латвии, Литва в НАТО, и ничего страшного в этом нет. Поэтому это чисто эмоциональное, это прикрытие вообще всей его агрессии. Поэтому он на этом будет настаивать. Но я думаю, что теоретически на Украину такое давление может быть оказано с стороны Запада, если то, что в плане Зеленского сегодняшнем есть, если будет специальное соглашение по гарантиям безопасности для Украины. Но может быть не НАТО, а какое-то другое, похоже на это. Поэтому есть какие-то, есть такие, скажем, карты и возможности, планы, наброски по каким-то компромиссам, которые бы устраивал. Но опять-таки, значит, Путин хочет же, чтобы все это преподнести с победы у себя, чтобы сохраниться, чтобы сохранить власть и демонстрировать народу. Вот я воевал-воевал, я уже говорил, что я пережму этот весь Запад, все это НАТО, значит. И вот я его пережал. Мы добились всего там, что есть, значит. И поэтому внутри, с счетом эффективной, очень циничной, эффективной пропаганды, это будет действительно продано большинству населения, как победа, скажет, что ура, война закончилась. Но нужно смотреть, где интересы Украины, как они защищены. Это вопрос переговоров, значит. Вы спрашиваете у меня, как это было бы, я вам говорю, значит, вывод всех войск, значит. И восстановление полной территориальной целостности Украины. Путин – это другое. При нем это не будет такого компромисса. Михаил Михайлович, я не могу вас не спросить о конфликте в рядах российской оппозиции с взаимными обвинениями, оскорблениями и так далее между Певчих с одной стороны и Невзлиным и Хардаковским с другой. Где там правда, на ваш взгляд? Я не знаю, где правила, но прежде всего сказать, что Леонид Невзлин, он это не оппозиция, он не в рамках политической конструкции, значит, но то, что обвинение высказывается в отношении Михаила Нарковского, мне кажется, что это, ну, пока они голословные, значит. Голословные? Голословные. Но пока из того, что мы видим, значит, это голословное обвинение. Поэтому это выглядит очень неприятно, значит, да, считаю, что это неправильные ходы. Значит, конечно, когда люди находятся под угрозой того, что они могут быть там избиты или там или убиты, конечно, у них право публично все делать, но защищать себя в том, что это публично. И поэтому то, что ребята из ФБК это делают, тем самым защищая себя публично от таких нападок, но голословные обвинения, значит, на, так сказать, соратников по оппозиционному фронту, значит, это, мне кажется, что это, наверное, перебор. Ну, дай бог, что там полиция в Литве и там в Польше ведут расследование, что они разберутся с этим делом и все это обстановится. Я напоследок задам вам несколько очень коротких таких лиц вопросов. И если сможете, ответьте на них, пожалуйста. На ваш взгляд, вот исходя из сегодняшнего дня, сегодня у нас 23 сентября, кто станет президентом Соединенных Штатов, Харрис или Трамп? Ну, догаданием на кофейный гуще, я же не знаю, знаете, как поведутся граждане в одном штате или другом, а там тем более сложная система выборов, значит, да, поэтому ответить не могу. Мне кажется, что сегодня эта ситуация 50 на 50. Поэтому, ну, дай бог, что, значит, там все пройдет, все побежденные или проигравшие кандидаты не будут устраивать, значит, каких-то там всплесков внутриполитических, тем более конфликтов каких-то. Ну, поэтому мне как бы, ну, не скажу, что мне все равно, но мне кажется, что ситуация выглядит 50 на 50. В течение, давайте скажем, ближайшего года исчезновения Путина возможно? Думаю, что нет. Ближайшего года нет, но чуть больше возможно. В течение ближайших трех месяцев, давайте возьмем октябрь, ноябрь, декабрь, победа Украины возможно? Окончание войны возможно? В течение трех месяцев нет. Да. Нет, невозможно. В течение трех месяцев возможно понимание, что Украина будет выигрывать, и у нее есть для этого все ресурсы. А выиграть он сможет, как вот, через год. А окончание горячей фазы войны возможно в течение трех месяцев? Нет, невозможно. Невозможно? Нет. Горячая фаза – это половина пути по окончанию войны, значит. Поэтому я думаю, что это год, предстоящий год. Сейчас ожидаем мы, как мы уже с вами это обсудили, в течение трех месяцев понимание, что решение западом, коллективным западом принято, что Украина должна победить. И больше так уже хватит говорить, будет поддерживать столько, сколько надо будет, сколько там, пять лет, десять лет, что надо завершать это сделать. Я думаю, что это понимание будет принято. Я в прошлом говорил, что в прошлом, что я надеялся, что на саммите НАТО это произойдет в Вашингтоне в июле. Этого не произошло. Ну, надеюсь, что сейчас не произошло, потому что, опять-таки, ключевых игроков, значит, они не чувствуют, что они, так сказать, еще дальше будут. Поэтому выборы президента являются таким ключом к принятию решения. Но мне кажется, что вся политическая канва среди ведущих стран Запада уже подготовлена к этому. Поэтому я ожидаю, что это решение будет принято в течение трех месяцев. А реализация его, мне кажется, займет, ну, около года. Вы больше реалист, в чудеса не верите, да? Я, так сказать, в чудеса не верю, но мои, мне кажется, реалистические и прагматические представления оказываются очень, так сказать, совсем такими, ну, не наивными, но ухудшается ситуация или, так сказать, ускоряется гораздо быстрее, чем я предполагаю. Совсем уж напоследок. Вы можете себе представить, что однажды вы приедете в Москву, если не вернетесь в Москву, то хотя бы спокойно приедете и прогуляетесь по улицам Москвы? Ну, я верю, что я не только прогуляюсь, я вернусь, вернусь к своей родину, вернусь в Москву, домой, и будет страна вновь пересмотрит свои отношения ко всему происходящему, как мы с вами говорили, и, так сказать, покаяться и так далее, и переподтвердить свое решение, я имею в виду, есть российский народ или большинство его строительства, демократического государства, вместо авторитарного, сегодня уже тоталитарного, вновь этот путь будет переподтверден. И, так сказать, я уверен, что мы до этого доживем. То есть, видите, несмотря на свой реализм, вы все-таки оптимисты, верите в чудеса. Да, да, да. Ничего не чудеса. Это не чудеса. Это цикл, который рано или поздно все равно произойдет. Мы по нему пойдем. Редактор субтитров А.Семкин